На заседании присутствовали 12 из 14 избранных депутатов. Повестка дня началась с отчета главы города о результатах его деятельности и деятельности администрации за 2020 год. Глава выразил слова благодарности всем, кто был на передовой в это непростое время, рассказал об основных событиях в работе власти за минувший год, о реализации программ на территории округа. Самый главный и самый, наверное, значимый проект для нашего города – это федеральная программа, это проект, национальный проект, который обозначил Владимир Владимирович Путин в своем послании, поддержал губернатор Андреевич Воробьев. Это строительство школ на 550 мест. Еженедельно мы проводим обходы, приходят и депутаты. Спасибо вам за участие. Вы видите, что стройка идет. Отставание от графика, к сожалению, у нас есть, но оно небольшое, там 30 дней. В основном это связано с благоустройством. Было связано с тем, что зима у нас была очень затяжная, но сейчас количество людей увеличено и люди работают. И я уверен, что устройство закончилось. И внутренняя отделка. То есть это вот основные такие моменты по школе. Остальное, закупки все по немонтируемому оборудованию объявлены, конкурсная процедура закончена. Скоро начнется поставка уже и мебели, и всех других кассуаров на кухню, кастрюли, как говорится, спортивный интерьер. Это один момент. Второй. Начало строительства дома по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной программой. Почему не было программ? Понятно, был коронавирус, да, оттянулось. Подрядчик у нас определен, договор аренды земельного участка разыгран, арендная плата платится им своевременно. Значит, в настоящий момент он получает разрешение на строительство. Дата приблизительного окончания получения разрешения на строительство это конец июня этого года, 21-го. Соответственно, он выходит на застройку данного дома и надеемся, что к концу года основные строительные работы будут закончены и уже начнется отдел. Кроме этого, в текущем году будет проведен ремонт многоквартирных домов. Будет случено 161 подъезд многоквартирный жилой дом. Программа находится на согласовании МНЖКХ. Как только получаем согласование, выходим на ремонт подъезда. Уже началась реализация программы комплексного благоустройства. В этом году будет выполнен ремонт четырех дворовых территорий. Работы уже начались. В городе будут установлены современные детские игровые площадки. У нас, как вы видели, работа началась у нас уже на Ухтомского 4А. Площадка современная. Программа «Гибратор» поставлена красивая. Жители уже радуются. Выходили на встречу с жителями на Ухтомского 4, 5, 6. Буквально на той неделе присоединились поблагодарительно жителей Ухтомского 4А. Официально открытие еще площадки не состоялось. Остается позже, после того, как примут у нас эту площадку по всем нормам строителей. Плюс поставлена такая же площадка на улице Классоны 4, где мы вчера проводили встречу с жителем. Жители тоже довольны. Осталось поставить два элемента. И тоже площадка будет готова к официальному открытию. Такая же площадка будет поставлена на улице Святого Константина. Это у нас третья площадка. Плюс еще одна площадочка у нас будет на улице Советской. То есть все как бы идет в работе. Сейчас по последней площадке четвертой разыграли контракт на благоустройство, на оформление асфальтового покрытия и установки. Продолжается капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Уже преобразовались двухэтажные дома на улице Советской. Также работы ведутся на улице Классона. И на Советской обновляются фасады и кровли пятиэтажных домов. Продолжается ремонт и строительство автомобильных дорог. Остановиться хотелось на исловном послании президента, что люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Но с таким девизом, наверное, мы продолжим, если закончим наш 21-й год. А так хотел вас еще тоже поблагодарить за совместную работу. Чувствуется поддержка ваша, чувствуется о том, что мне легко принимать решения, мне легко с вами работать. И также я хочу вас поблагодарить, наверное, потому что еще раз, как я и начал свой доклад, с тем, что тот результат, который мы достигли, мы достигнем, говоря совместной работой с вами. Следующим вопросом депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета городского округа за 2020 год. Основные параметры исполнения бюджета. По доходной части бюджет исполнен на сумму 1 млрд 334 млн 102 тысячи рублей, что составляет 96% к утвержденному первоначальному плану и 103% к уточненному плану. Увеличение от уточненного плана 36 млн 475 тысячи рублей. По расходной части исполнено в сумме 1 млрд 328 млн 201 тысячи рублей, что составляет 94% к утвержденному первоначальному плану и 97% к уточненному плану. Таким образом, бюджет исполнен за 2020 год с профицитом в сумме 5 млн 901 тысячи рублей. По словам начальника финансово-экономического управления, по сравнению с 2019 годом общий объем закупок увеличился на 20,9%. Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 473 млн 457 тысяч рублей и возросли к уровню поступлений 2019 года на 24%. Плановые назначения по данной группе доходов выполнены на 112% по уточненному плану и 114% по утвержденному начальному плану. По итогам исполнения бюджета можно выделить наиболее важные расходы, такие как приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это 6 млн 642 тысячи рублей. Оказание господдержки семьям, имеющихся наиболее детей в виде соц. выплат на улучшение жилищных условий 5 млн 882 тысячи рублей. Ремонт и оснащение музея Великой Отечественной войны 2 млн 464 тысячи рублей. Приобретение детских игровых площадок для установки по адресам улицы Пушкина в районе дом 45 и улицы Озерной в районе дома номер 5. 1 млн 1 млн долларов 1 млн 809 тысячи рублей. Ремонт автомобильных дорог 11 млн 149 тысячи рублей. Разработка проектно-следственной документации по благоустройству пешеходной зоны 7 млн 147 тысячи рублей. Благоустройство парка 10 млн 528 тысячи рублей. Обустройство установка детской игровой площадки в парке 21 млн 510 тысячи рублей. Ремонт боровых территорий – 8 млн 669 тыс. рублей. Ремонт подъездов на квартирных домах – 1 млн 648 тыс. рублей. И строительство новой школы – 415 млн 659 тыс. рублей. Далее депутаты утвердили положение о порядке организации работы по заключению договоров по жизненной ренты в городском округе. Данным проектом устанавливается порядок заключения договора по жизненной ренты между администрацией городского округа Электрогорск и гражданинами, являющимися собственниками жилого помещения, находящегося на территории городского округа Электрогорск Московской области, и желающими передать его бесплатную муниципальную собственность. Данное положение распространяется только на квартирах, комнатах в коммунальных квартирах, отношение них не может быть заключен подобного рода договор. Было предложено возраст граждан, с которыми договоры по жизненной ренты могут заключаться, снизить с 70 лет, которые были изначально предложены, до 65. Этот вопрос в рабочем порядке обсуждался с представителем прокуратуры, предложили оставить на рассмотрение депутатов. Договор по жизненной ренты может быть заключен с неработающим гражданином, имеющим в собственности квартиру, находящийся на территории городского округа, достигшим возраста 65 лет, либо супружеской парой, которая также достигла возраста 65 лет. В связи с досрочным сложением полномочий депутата Алексея Чесмина, единогласно были внесены изменения, которые до заседания активно обсуждали на комиссии. В решение Совета об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов городского округа от 4 октября 2017 года. Утвердить председателя комиссии по молодежной политике и спорту, по вопросам молодежной политики, спорта и туризма. И вот здесь, коллеги, я возьму немножко отступление. Мы на комиссии очень активно обсуждали этот вопрос. Во-первых, мы обсудили саму работу именно в этом направлении. У нас принимали участие наши представители молодежного парламента. То есть мы обсудили те задачи, которые стоят сейчас, которые надо будет решать в будущем. И довольно активно мы данную тему со всех сторон рассмотрели. И вот наше коллективное предложение, которое у нас состоялось на комиссии, предложить председателям комиссии по молодежной политике Дорофееву Ольгу Анатольевну. То есть вот такое предложение у нас родилось. Также депутаты согласованно приняли решение о закреплении куратором молодежного парламента при Совете депутатов Ольгу Дорофееву. Вот этим всем надо процессом направлять. Потому что если мы их послушали, там сказали, вы большие молодцы, пошли домой, через определенное время все растает. Они как бы осядут. Это все равно тает, это нужно постоянно двигаться. Более Анатольевна вот в этом чате, я не знаю, она ночью и днем там с ними все время ведет переписку, там кого-то куда-то посылает, присылает, требует с них там отчет тут написать. И это большая работа. И я, если честно, буду искренне рад, если у нее это получится, вот это звено держать постоянно в рабочем состоянии. Это на самом деле большая работа, которая занимает кучу времени. На мой взгляд, пока все получается. И мне кажется, вот эту тенденцию не надо сейчас сбивать. Человек взялся, пошел, получается, есть время, надо только поддержать. И в завершении заседания депутата одобрили кандидатуру делегата от Городского молодежного парламента в состав Московского областного парламента. Делегатом избран председатель Электрогорского молодежного парламента при Совете депутатов Ольга Губина. На этом 54-е рабочее заседание Совета депутатов было завершено.